В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ленинский городской округ получил награду в номинации «Чуткая власть». Премия в номинации «Чуткая власть» присуждается Ленинскому городскому округу. Глава Спаски Алексей Петрович. Сотрудники Видноской дирекции киносети решили рассказать и показать, чем они занимаются в свободное от работы время. Рисунки по стелью, простым карандашом и в технике сумея. Под оглушительный рев моторов в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу и питбайку. Когда едешь на мотоцикле, все забывается, все проблемы, все. Ну, это как для души и все. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский по итогам работы за 2020 год получил из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева награду в номинации «Чуткая власть». Награждение муниципалитетов в Подмосковье прошло на заседании Высшего совета региона. В Высшем совете Московской области принимают участие члены регионального правительства, депутаты Московской областной думы, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, представители правоохранительных органов. За достижение высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы лучшие муниципалитеты удостоены премии губернатора «Прорыв года». Ленинский городской округ получил ее в номинации «Чуткая власть». Премия в номинации «Чуткая власть» присуждается Ленинскому городскому округу. Глава Спаский Алексей Петрович. Эта премия вручается за повышение уровня доверия к власти. На заседании Высшего совета были подведены и итоги так называемого рейтинга 50. Он составляется по ряду показателей эффективности работы муниципалитетов. И здесь нашему городскому округу также есть чем гордиться. В этом году Ленинский округ занял 12 место в общем рейтинге, 50 по сравнению с 34 местом прошлого года и плюс 22 места. Я считаю, что это очень серьезный показатель. Вот как раз здесь, в этом сбалансированном развитии каждого показателя, я считаю, что основная наша задача на 21 год. Также Алексей Спаский отметил, что данные итоги – результат конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и населения округа. В минувшее воскресенье прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 14. Об их результатах мы поговорим с нашей гостьей – председателем территориальной избирательной комиссии города Видное Верой Маркиной. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Итак, каковы же основные итоги выборов? Явка на дополнительных выборах составила порядка 22%. То есть в день голосования избирательной участки посетило около 800 человек, что говорит о большой активности наших избирателей, так как это достаточно высокая явка для дополнительных выборов. Например, если сравнивать это с явкой, которая была в единый день голосования 13 сентября, другие муниципалитеты проводили свои выборы, там явка в среднем максимальная была где-то порядка 13%. Какие-то нарушения были отмечены в вашей комиссии? Было выявлено всего лишь одно нарушение, и то оно связано с ответственностью самого избирателя. Это нарушение связано с тем, что избиратель пришел на участок и проголосовал дважды. И поэтому я сейчас даже пользуюсь случаем, хочу еще раз обратиться к нашим избирателям, предупредить их о том, что за это предусмотрена административная ответственность, и штраф за такое правонарушение составляет 30 тысяч рублей. То есть это достаточно серьезный штраф, поэтому, пожалуйста, не надо нарушать закон. Ваш голос обязательно учтется. Главное, приходите на выборы, выражайте свою активную гражданскую позицию. В целом, как вы оцениваете работу избирательных участков? Если не ошибаюсь, их два было. Да, совершенно верно. Избирательные комиссии, наши избирательные участки показали очень достаточно высокий уровень. Были опять отмечены эти результаты, качество подготовки наших комиссий, областной избирательной комиссии. Тем более, что, несмотря на то, что были дополнительные выборы, очень было большое внимание, естественно, привлечено к этой кампании, потому что, по сути, в Московской области это были единственные выборы на территории. Очень было много представителей СМИ, наблюдателей, то есть 17 наблюдателей было на избирательных участках, порядка пяти представителей СМИ, членов комиссии с правом совещательного голоса. То есть очень-очень-очень было много участников избирательного процесса. И я хочу еще раз отметить высокий уровень подготовки наших председателей, членов участковых избирательных комиссий, которые грамотно все делали, правильно делали. И несмотря даже на те провокации, которые некоторые граждане пытались на участке создавать, они достойно и правильно себя вели, не поддаваясь ни панике, ни какому-то саботажу. Поэтому я благодарю и избирателей, и членов комиссии, которые были задействованы в этой кампании. Но в отличие от всероссийских выборов, наверное, подводить итоги наших можно уже буквально через несколько часов. Давайте еще раз озвучим, кто же одержал победу в этом избирательном округе. Да, тем более, что у нас изначально было зарегистрировано 17 кандидатов. Один у нас сошел с дистанции буквально за день до выборов по решению суда. И вот в таком многообразии кандидатов уверенную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Грудинин Артем Павлович. 503 голоса он получил. Следующий кандидат уже получил только 179 голосов. То есть это очень существенный отрыв. Ну, остальные кандидаты, соответственно, там уже небольшая процентовка. Но, тем не менее, это достаточно уверенная победа. Говорит о том, что кандидат действительно во время избирательной кампании работал на округе, встречался с гражданами. То есть не занимался какими-то там отвлеченными вещами. Вот, это всегда видно. То есть те, кто следят за выборами и как бы вот интересуются, то всегда как бы вот этот такой большой результат. Он говорит о том, что кандидат реально работал всю эту предвыборную кампанию у себя на округе вместе с избирателями. Мы встречаемся, можно сказать, в преддверии Нового года. Каким будет 2021-й? Какие избирательные процессы ждут нас в этом году? Да, 2021-й год будет очень насыщенным. Потому что у нас будут выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Областной Думы. Все это будет проходить в единый день голосования в соответствии с законом. То есть в сентябре месяце будет очень насыщенная избирательная кампания. Более того, мы идем в ногу со временем. И предварительно у нас на территории запланировано размещение шести цифровых избирательных участков. То, как вот, например, уже этим опытом Москва пользовалась. Вот, теперь уже это внедряется у нас на территории округа. Может быть, даже будут какие-то уточнения. Поэтому голосовать будет опять интересно. То есть уже с какими-то новшествами. Нам самим интересно, так сказать, попробовать, что это такое. И я думаю, избиратели тоже по достоинству оценят вот эти удобства для их голосования на избирательных участках в день выборов. Ну, опять же, повторюсь, в преддверии Нового года, наверное, принято желать друг другу какие-то приятные вещи. Вы имеете возможность обратиться к нашим зрителям и сказать им пару слов. Дорогие зрители, с большим удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в первую очередь всем здоровья, благополучия, чтобы следующий год у нас с вами прошел только на хорошей, позитивной ноте. Чтобы было как можно больше позитивных моментов. Ну, и чтобы вот этот коронавирус, который всем уже так надоел, чтобы мы с вами полноценно зажили, задышали, могли посещать и массовые мероприятия в том числе. Ну, и выбором, и как всегда, конечно, говорим, что голосовать сейчас безопасно и легко. Спасибо за теплые пожелания. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии города Видное Верой Маркиной к другим новостям. Нам песня «Жить и любить помогает». Наверняка все помнят эти строки из кинофильма «Веселые ребята». Они жизненная кредо и секрет долголетия жительницы рабочего поселка Дрожжино Марии Ивановны Селяниновой, которая в декабре отпраздновала 90-летие. Наша съемочная группа поздравила именинницу с днем рождения. На горе колхоз, под горой совхоз, а мне миленький задавал вопрос. Жительница рабочего поселка Дрожжино Марии Ивановны Селяниновой 13 декабря исполнил с 90 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, она по-прежнему бодра, весела, обожает петь и приобщает к песням своих внуков и правнуков. Любовь к музыке, считает Мария Ивановна, перешла к ней по наследству от мамы. Если какое-то застолье у кого, старались меня пригласить, то, что мы все время песни пели. И Таня, и мама. Мария Ивановна родилась в Белоруссии, в деревне Ничье. Во время войны семью нашей героини эвакуировали в Томскую область, в деревню Шелкановка. Маленькой Маши было тогда всего 10. Говорит, время было тяжелое, голодное. Мама с вечера замесит, хлеб этот, зерно это разбухнет, она лепешек напечет, даст эти лепешки. Я с этими лепешками иду. Кусочек лепешки отрезал, съел, тепленькой водичкой запил, вот и еда. Вот так питались. После окончания семи классов нашей героине пришлось бросить учебу и устроиться на работу кладовщицей, а затем и продавцом. 42 года отработала Мария Ивановна в торговле. Трудилась по 12 часов в сутки, а по вечерам шила модную одежду себе и своим детям, сыну и дочке. На вопрос о секрете своего долголетия Мария Ивановна пожимает плечами. Я никогда не думала до этих тех лет дожить. Ну, в эти годы жить тяжковато. А вот дочь Нины и внук Святослав, не сговаривая, сообщили все дело в отношении к жизни и их характере. У нее легкий характер. Она никогда не вступала в конфликты ни на работе, ни дома. И всегда поет песни. И даже мы с ней, если поссоримся, вот она тут же выходит, как ни в чем не бывало, как будто мы не ссорились. То есть мы с ней легко ссорились и всегда легко мирились. А сейчас уже вообще не ссоримся. Такой прям энерджайзер, который готов всем помочь. Причем именно самое, что интересно, никогда не надо что-то просить. Она всегда всем предлагает помощь. Вот это у нее такое. И причем за это ничего не просит. У Марии Ивановны большая семья. Двое детей, четверо внуков и десять правнуков. И хотя половина из них живет в далеком Томске, при любой возможности они собираются вместе, чтобы навестить долгожительницу и послушать песни в ее исполнении. Чем я девица плоха, на мне юбка новая, сама я членогоровая. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Творчество – это состояние души. И неважно, какая у человека профессия. Сотрудники Видновской дирекции киносети решили рассказать и показать, чем они занимаются в свободное от работы время. На выставке декоративно-прикладного искусства наших коллег побывала Наталья Буслаева. Сотрудники Видновской дирекции киносети к новогодним праздникам подготовились весьма необычно. И организовали в холле редакции выставку творческих работ. Как оказалось, в нашем коллективе много творческих людей. Холл первого этажа здания МАУК ВДК превратился в настоящую галерею изобразительных искусств. На экспозиции представлено более 60 работ разных жанров. Оператор видеомонтажа «Видное ТВ» Ольга Садовская для выставки выбрала 7 своих картин. Для их создания она использовала цветные карандаши. Почему именно карандаш и такая бумага? Мне очень это напоминает вышивку. Вышивать я не умею, а это дает возможность людям, которые не имеют какой-то усидчивости определенной. Потому что нитки путаются, надо и место определенное время. А карандаш дает такую возможность делать штрихами, как и что-то подобное, как вышивка, как вот здесь маленькие черточки. Как рассказала Ольга, над большинством своих произведений она работала в перерывах между съемками. Когда была фотографом в газете. Я хотела что-то яркое, позитивное изобразить. Цветы – это лето, птица, природа. В основном все связано с природой и с какими-то яркими цветами. Нынешнего фотографа видновских вестей Маргариту Штыркову вдохновляет Япония и все, что связано с этой страной. На выставку она принесла 12 своих рисунков и одну подделку. Рисунки пастелью, простым карандашом и в технике сумея. А что это? Сумея – это рисунок тушью. Японское искусство – рисунок тушью по рисовой бумаге. Росписью по дереву и выжиганием верстальщик газеты «Видновские вести» Вера Кулагина увлеклась два года назад. Вера признается, что нигде не училась, а техники осваивала сама. У меня здесь мало работы, потому что это я для души делаю. И в основном дарю это своим друзьям, родственникам. Также занимается декоративно-прикладным искусством и мама Веры. На выставке представлены ее картины и сумочки, расшитые бисером. У нее свое творчество. Она придумала свою технику. Здесь используются нити, ткани, камни, бисер и вообще все мелкие подручные средства. Все это ручная работа. Произведения сотрудников Видновской дирекции «Киносети» создают уютную обстановку, на рабочем месте и праздничное настроение. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Под оглушительный рев моторов в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу и питбайку. Эти заезды с каждым годом становятся все популярнее. Растет число их поклонников, среди которых и наша съемочная группа. Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков в Горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный клуб «Юность». Состязания приурочены к закрытию сезона 2020. Этот год из-за пандемии стал для мотокросса нелегким. Для мотокросса было сложным, потому что были запреты на сбор участников. Нам приходилось проводить учебно-тренировочные сборы в усеченном состоянии. Собирали на гонки тоже только близлежащих, то есть малое количество гонщиков. Сейчас же покорить заснеженную трассу приехали более 120 спортсменов не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Такими масштабными гонки стали впервые за год. И стоит ли говорить, что оказаться первым на финише, конечно, хотел каждый. И дети, и взрослые, и даже многократный чемпион Европы по мотоболу Геннадий Мить, который признается, что никогда не устает от мотоцикла. Это хобби такое, которое приносит удовольствие. Как я уже не раз говорил, что когда едешь на мотоцикле, все забывается, все проблемы, все. Ну, это как для Д6 и все. Нагрузка в мотокроссе колоссальная. Пульс может доходить до 200 ударов в минуту, а сам гонщик во время езды постоянно в стрессе, удерживая мотоцикл на неровностях и выравнивая его в прыжке. Ну, какой же адреналин и кураж. Неудивительно, что фанатами мотокросса становятся все, кто хоть раз видел это азартное зрелище. Кстати, среди участников заезда немало представительниц прекрасного пола. Софье Ивановой всего 13, но уже несколько лет она упорно тренируется. За плечами у юной байкерши немало побед. Выигрывала и у мальчишек. Добиться успехов ей помогает прекрасная выдержка, любовь к мотоциклам и маленький секрет. Для меня мотоцикл лучший друг, потому что перед каким-либо стартом я постоянно могу погладить, и я хорошо могу проехать заезд. Всячески поддерживает увлечение Софьи папа, который однажды и привил ей любовь к мотоциклам. А теперь он ее главный тренер и наставник. Есть желание, есть стремление, когда хорошо получается, зачем руки отбивать. Единственное, что переживаний много, страшно, конечно, особенно, когда прыгать начала. Газа добавила, там уже ход поменялся, история совсем другая пошла. Переживаем? Ну а что делать? Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова